Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком, программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. С нами на связи Мария Ленарта. Доброе утро, Мария. Спасибо большое, что перед репетицией нашли время со мной поговорить. На самом деле у нас много было поводов встретиться, и я все время мечтала об этой встрече. И на самом деле даже откладывалась сейчас в последний год ее, потому что хотела, чтобы мы встретились уже в студии в таком живом разговоре. Но думаю, теперь это будет такая разминка перед настоящей встречей. А поводом для сегодняшней нашей беседы стало довольно серьезное, на мой взгляд, событие. Это выложенная в онлайн запись спектакля «Черная сперма», которую вы играете уже на протяжении пяти лет, даже больше, в театре на улице Гертрудес. И я всем рекомендовала посмотреть тем, кто не мог доехать, добраться и увидеть, и своим всем коллегам в России. И многие посмотрели действительно, подключились. И я сама посмотрела в этот раз, и очень рада этому, что я пересмотрела. И на самом деле вот повод того, что я увидела, как вы повзрослели в этом спектакле, и то, что я видела одну из первых показов тогда премьеры зимой 16-го года. Какие вы стали серьезные артисты все. Ну вот, и давай расскажем, если можно, с чего это все началось. Я даже не знаю. Ну мы практически все в том году закончили Академию. Почти студенты. Кроме Яны Лисовой. И как-то, я не знаю, как мы познакомились с Владом в том году, я с Владом именно. И тогда уже начал говорить про этот спектакль, и это был один из первых спектаклей после окончания Академии. Так что у нас было то, что мы... Как, мы уже работали в театре, конечно, во время студии, пока учились, но все равно это был один из первых, как мы уже такие профессиональные артисты, молодые и начинающие. И как-то мы этот спектакль, по-моему, сделали примерно в притяжении, в течение месяца где-то, может быть, чуть-чуть больше. Это было очень-очень мало. И, ну, это работа, как работали от утра до вечера, все время все делали. Ну, как я всем говорю, что этот спектакль, по-моему, для меня был один из... Ну, до сих пор есть один из самых важнейших в моей карьере. И я думаю, так будет и до конца моей карьеры. Ну, то есть это тот самый старт, о котором мечтает любой студент театральный, правильно? Да. Когда ты получаешь сразу возможность работать с хорошим текстом, с прекрасным режиссером и еще в хорошей компании? Компания прекрасная, да. А вот про компанию расскажи, пожалуйста. Ты упомянула Яну Лисову, которая была единственной исключением из какой-то вашей студенческой общности. Да. Она мне сама рассказала, что она к тому времени посмотрела «Темные аллеи» Влада и мечтала с ним поработать. И она прямо ему звонила и говорила, возьми меня, пожалуйста, на какой-нибудь свой спектакль. Вот он ее пригласил в этот спектакль. А вы вчетвером, расскажи, пожалуйста, про вашу компанию. Вы все однокурсники. Мы однокурсники, да. В том году летом мы закончили академию. Я помню, что у меня тоже был Влад, единственный режиссер, кому я сама звонила. Я никому никогда не звонила, не просила работу. Влад был единственный. И это было где-то в мае или что такое, я не помню. Я помню, он ставил «Идиота» в национальном театре. Я ему звонила, можно что-то там делать? Мне не важно что, я могу там лежать, просто быть где. Он сказал, ну там уже есть комплект актеров, ничего невозможно поделать. И он приходил к нам в экзамены наши, смотрел наши дипломные работы. И тогда уже я первый раз с ним работала. Мы ехали на Квадренал Прагский. Так говорят, Прагский Квадренал, да. И там уже мы первый раз работали. И тогда уже мы поняли, ну я для себя, конечно, поняла, что мне очень комфортно с ним работать. И уже тогда мы начали как-то дружить. И так и произошло, что он нашел вот этот рассказ у Ханова. Он понял, что это только для молодых артистов, что уже, например, он говорил, что он хотел ставить этот спектакль в Новый Рижский театр. Но уже он понимает, что этот спектакль только для молодых, ну, про актеров. И так уже как-то это начало, что он говорил, что хочет этого, этого. Я помню, я ему сказала, может быть, там надо. И так мы вместе разговаривали. И там я помню сначала даже, по-моему, Дмитрий. И, ну, моё, как я могу забыть своего друга? Не подскажу. Наш любимый режиссёр Дима Петренко. Режиссёр, не актёр. Да, режиссёр. Но сначала он там тоже должен был быть. И как? Ну, так получилось. Мы начали работать. И, по-моему, самая лучшая компания, которая могла бы быть. И с тобой твои однокурсники. Это Арис Матасович. Арис Матасович, Карл Столс, Рейнс Боттерс. И я, и Яна. А Яна вот такая приглашённая актриса, которая уже была с опытом работы в русском театре, но мечтала вот таком, попробовать себя в новом независимом проекте. Ну, яна, мы уже дружили и работали до этого. Но, конечно, это было что-то другое, потому что у нас была другая школа, у Яны другая немножко школа, и Влад – это вообще что-то другое. Поэтому для нас это, ну как, это было сложно. Это не было так легко просто, потому что мы там все друзья. Это было сложно. Ну да, но, с одной стороны, это была комфортная атмосфера, потому что вы были все в хороших каких-то там человеческих отношениях. А с другой стороны, это была сложная работа, потому что, ну, она действительно просто сложная, потому как он придуман и сделан, этот спектакль. И он, конечно, производит до сих пор очень сильное впечатление. Но я вот своим коллегам в Москве сказала и там написала в Фейсбуке, что обязательно надо посмотреть эту запись, она теперь будет в следующие выходные с 22 по 24, потому что, конечно, ты абсолютно права в том, что это был спектакль для совсем юных людей. Потому что это спектакль про взросление тоже подростков практически, да, как они открывают мир через какие-то открытия практически про детей. Там же уровень у кого, у Карлиса, да, маленькая эта роль, когда он приезжал к бабушке еще со всем ребенком. Да, да, да. Он же там в мальчика просто вдруг на твоих глазах совсем в маленького превращается, несмотря на то, что он уже такой взрослый, видный, молодой человек. И мне кажется, что это тоже очень важно, потому что действительно вы уже повзрослели, и вот это ощущение вашего опыта, вашей взрослости, оно вот сейчас на этом видео считывается, но от этого там тоже такая пронзительная есть нотка горечи появилась. Когда я смотрела в первый раз, вы были очень юные, очень открытые, а сейчас есть такая немножко ностальгическая нотка в этой записи. И мне она тоже очень нравится, она придает такой особый вкус этому спектаклю. Скажи, а вы же его регулярно играли, потом в какой-то период времени вы играли его довольно редко, потому что у каждого из вас своя театральная и кино жизнь. Но вы продолжали его играть вот до последнего периода, пока не закрылись театры, да? Конечно, вы, по-моему, больше ста спектаклей сыграли. Больше ста, да, я уже узнавала. Да, это хорошая театральная жизнь, да? Я вас поздравляю с этим. У меня никогда так не было. Так что особенно для маленького театра, не государственного, это вообще... Я помню, сначала мы играли 4 спектакля в неделю. Это было... Я потеряла свои волосы там, потому что сначала там... У меня сейчас, например, там есть рассказ про Ольгу. Сначала у меня там был моим волос. Сейчас там парик. Сначала я всегда... Каждый спектакль там вот... Так своим волосом потеряла, срезала волосы и отдала в чёрные спермы свои волосы. Но это такое крещение в актрисы. Скажи, пожалуйста, а можно я тогда спрошу вот про что? Для меня, мне показалось очень интересным, что вы после этого спектакля пошли каждый своим путём. И все актёры, которые сейчас заняты в этом спектакле, это действительно, ну... Карлис работает в Резекне, во многих спектаклях там занят. И такое, ну, значительное влияние, мне кажется, оказывает на то, какой там репертуар и как там всё строится. Рейнис и Арис работают в Квадрифронс, в независимой собственной компании. Это тоже ваши однокурсники там, кроме них, да? Да, да, да. Это такое, как бы, от вашего курса такая самостоятельность. А ты работаешь в Новом Рижском театре? Ну, сейчас уже пару лет, да. Ну, 3 года, да, я работаю там уже. Но до этого я тоже, я работала повсюду, я была, как это называется... Независимая актриса. Независимая актриса, фрилансер. Ну, и Яна тогда, она была в Русском театре, тогда опять ушла, опять было, не было. Но Яна, по-моему, сейчас тоже значительная актриса, которая, как это, даже не знаю, как это сказать по-русски, но... Она просто... Там есть какой-то лёд, который был, по-моему. Яна просто этот лёд подвинула. И поплыла. И поплыла, да. И это то, что... Ну, я всем говорю это всегда. И я помню, один раз Яна мне сказала, что она... Всё, Маша, я хочу уйти от театра. Я говорю, если кому-то это нельзя сделать, тогда это ты, Яна, по-моему. Для меня она одна из самых значительных и талантливых актрис моего поколения. Ну, да, но она же сейчас, вот как ты сказала, да, выбралась на волю, плавает в свободном океане театральном и тоже играет и в Резыкне, и в Национальном театре её приглашают. И это, конечно... И в Русском театре она продолжает какие-то спектакли, я так понимаю, играть. Ну, какие у неё... Она играет, по-моему, там, где она хочет. Она делает то, что она хочет. Это самое лучшее для артиста, по-моему. Скажи, пожалуйста, дальше... Ваша судьба с Арисом привела вас в Новый Рижский театр вместе с Владом, да? Вот следующая работа с Владом была «Озеро надежды замёрзло», правильно? Да. И вы пошли с ним, не думая, не глядя, решили пойти. Ой, нет, ну, в горе я не думала. Если Влад приглашал, тогда я уже всё, я пошла. Да-да-да. Но при этом Арис всё-таки, значит, начал делать квадрифранс. Для него не стал Новый Рижский театр таким местом, где бы он хотел остаться, как я понимаю, да? Для него было интереснее делать. Мне кажется, что ни я, ни он не думали про это в то время. Мы не пошли играть на Новый Рижский театр для того, чтобы остаться там. Мы могли играть в спектакли, которые нам нравятся. Вот. С режиссером, который нам нравится. Это вообще не было про то, где работать, потому что это... Все сейчас думают, ну, это уже меняется, это поколение, это меняется, но все думают, что актёр должен быть в государственном театре. Ну, так не надо. Не надо. Если ты нашёл театр, где тебе нравится, и есть такая атмосфера, что ты себя чувствуешь хорошо, тогда да. Да, но чтобы считаться хорошим актёром, это вообще не надо быть в государственном театре. И все, ну, в то время, тоже я помню, когда меня взяли, ну, не взяли, пригласили уже работать как постоянную актрису в Новом Рижском театре, тогда тоже мы говорили с Аресом, как он про это чувствует, потому что мы начали там вместе, и у Ареса вообще было больше спектакля, чем у меня. По-моему, он уже первый начал там работать до этого, до меня, правильно помню, в Цинити спектакль Влада тоже. Ну, как, ну, где дорога, где ты... Приглашать, и ты думаешь просто, нужно или нет. Ну, и у Ареса была другая дорога, они сделали свой театр. Это уже... Да. Почему играть где-то, если у тебя есть своё? Ну, это не значит, что Арес не играет в других местах, и что он сейчас не актёр других театров. Так же, как Рейнис, как я понимаю, да? Да, то же самое, да. У всех они, и даже Клавс, Клавс. Ну, конечно, он сейчас побольше работает как режиссёр, но он до сих пор очень хороший актёр. Клавс Мейлес ты имеешь в виду, да? Да, Клавс Мейлес, да, да. Все, которые там работают. Это то, что у них есть квадрофрон, это не значит, что они не актёры, которые могут работать в других местах. Ну вот, я про это хотела тоже сказать, потому что это интересно проследить за тем, как, где вот сейчас можно увидеть тех, кого вы собрали в этом спектакле. Скажи, пожалуйста. И я хочу тогда ещё продолжить эту историю. А дальше началась вот такая жизнь, у каждого свой выбор, у каждого свои какие-то возможности, пробы. И в прошлом году вы опять собрались с Владом и пригласили ещё новых друзей. И сделали ещё один спектакль в театре Нагер-Трудос, который, ну, правда, произвёл очень сильное впечатление. Был, наверное, одним из самых сильных событий прошлого сезона. Я имею в виду, здесь начинается ночь. Я даже не знаю, что там сказать. Я не помню, как это началось. Я не помню, как он нас пригласил. Я просто помню, что мы уже были там и работали. Вы там очутились, как во сне, как в фильме «Начало». Помнишь, Кристофер Ноланов? Ты помнишь, когда начинается сон? Нет, ты всегда в нём оказываешься. Да, ну что это такое? Сейчас, если вы спрашиваете у меня, как это началось, я не помню. И помню то, что мы уже сидели, работали. И этот процесс, ну как, этот процесс был один из самых любимых процессов вообще, как в производстве спектакля. Потому что там, я не знаю, что случилось там и почему так случилось, но мы были спокойны, и Влад был очень-очень спокойный. Были все такие, какой-то, я не знаю, в гармонии, в любви там. Просто работали каждый. Мы там, у нас была своя работа утро, тогда мы уже встретились днём, тогда поработали, покушали, опять работали, всё там. И даже не было криков. Вот, по-моему, в конце где-то, ну как это уже случается, конечно, когда уже какие-то прогоны начинаются, тогда уже. А так там не было криков, ничего. Мы работали, как я не знаю, там просто одна масса какая-то там была. В полной любви и согласии. Да, 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 да. Так, всё, вся моя лучшая могу сказать про это. Это тоже было. И мы ждём тогда возвращения в театр, потому что я надеюсь, что это можно будет ещё всё-таки увидеть. Я счастливец, я успела посмотреть два раза. Даже два раза? Да, я два раза его успела посмотреть. Мама, мы сыграли только четыре спектакля, если я правильно помню. Это, возможно, все говорят, что этот спектакль – какой-то легенда, потому что как будто кто-то видел, но вообще-то никто не видел. Да, да, он успел выйти вот просто буквально за месяц до того, как всё схлопнулось. Да. И как бы и так все в растерянности, в общем, он только успел родиться на самом деле, поэтому очень хочется, чтобы у него была всё-таки жизнь, потому что там совершенно чудесные, вы все шесть актёров, которые там заняты. Спасибо. И да, и это прям стоит того, чтобы посмотреть вот такой вот состав просто вот этого вашего поколения, который очень радует, например, меня, как зрителей, как театрального специалиста. Просто я думаю про это. Почему вот какие спектакли, ну, они получаются хорошие, и какие нет. Ну, ладно, я не могу сказать, что это, я не могу, потому что я играю в том спектакле, но я для себя, как артиста, что я хорошо себя чувствую там или нет. Мне кажется, что это ключ в том, что если люди делают то, что они хотят, они просто для этого, что надо делать, или что нет работы, нужны деньги. Ну, просто, если вот именно какие-то одномышленники... Единомышленники. Единое мышление, да. Да, практически попало уже. Вот это слово, которое вы сказали сейчас. Если вот так делать, тогда вот всегда это будет что-то некое, потому что ты видишь, что этим людям не всё равно, что они делают. Да. Да, и там определённые эмоции сразу включаются, и отношения между людьми выстраиваются совершенно иначе. И это всегда зрители очень чувствуют, когда это не искусственно, а очень живое, настоящее рождается на сцене. Мария, но у нас ещё есть немножко времени до твоей репетиции. Я обещала тебя отпустить без 20. Да, да, да. Немножко есть. И я спрошу тебя про твой новый опыт. Ты стала продюсером. И тоже с Владом. И сделала очень необычный проект, на мой взгляд. Это очень интересный опыт, потому что он вызвал много разных ощущений и с точки зрения как бы театральной, и с точки зрения... Вот я как продюсер считаю, что это очень интересный проект. Как театровед, я считаю, что там есть ещё с чем поработать. Но то, что вы собрали людей совершенно из разных театров, из разных поколений тоже, да, собрав, взяли такую пьесу, которая «Три сестры» Чехова, которая очень непростая, одна из самых сложных пьес, на самом деле, драматургических в мировом репертуаре, и взяли это всё, сделали сами. Ну вот как? Как ты сама рискнула из актрисы стать организатором? Я не знаю. Тоже не знаю? Тоже оказалась во сне. Тоже оказалась во сне. У меня какой-то опыт у меня был от своего спектакля «Анна Люболь». Там уже тоже было то, что, как, ну не было денег, я должна сама очень много что сделать. Конечно, в том спектакле, то, что я сделала именно как продюсер, это была не самая лучшая работа, но это был мой первый опыт. Ты имеешь в виду, извини, пожалуйста, ты имеешь в виду спектакль «Анна Люболь», который ты поставила как режиссёр в театре на Дэрт Рудос. В театре Рудос, да, да. И, ну вот, просто там, я после этого, я поняла, что бояться ничего вообще, если ты хочешь что-то делать сам, если тебе другие люди не помогают, не хочет с тобой это делать, просто должен это делать сам. И это возможно. Но я не был продюсер, я был просто, как это, водитель проекта. Руководила проектом как режиссёр и как бы какие-то ещё дополнительные функции делала, да? Да-да, я был руководителем проекта, но я не могу сказать, что я был продюсером. Конечно, мы делали много чего, но у нас был отдельный человек, который был продюсером, и ещё у нас была, ещё Ханз Эспернс, который очень-очень-очень-очень помог. И практически без них мы ничего бы не сделали. Но что я могу сказать? Но это было, мы начали, я помню, что у нас был тоже с Владом разговор, и началась эта пандемия, и мы думали, что делать, что делать? Я говорю, Влад, ну вот это самое лучшее время, потому что все свободны сейчас, все твои актёры свободны. И он, конечно, начал говорить про то, что он хочет сделать, и это было внутри сестры, ему такая мечта, это сделать так, как он именно хотел. Потому что у него уже, как я поняла, был опыт с этим, но он как-то не смог, ну не то, что спектакли были плохие, но просто он для себя, наверное, не мог как-то открыть, найти этот ключ для этой три сестры. И мы начали просто так работать. И помню, что сначала мы там пригласили других людей, которые могут бы стать продюсером, но что-то не получилось. и в то время кому-то, кто-то должен был, ну, например, такой, ну, такая вещь, как Zoom, начинать репетиции Zoom, и всё так далее сделать. И где-то написать, что мы хотим сделать, чтобы другим показать. Но я начала это как-то делать, и поняла, что в тот момент, когда уже мы нашли другие люди, которые нам, ну, профессионали, которые нам могут помочь, я поняла, что я уже там так глубоко вошла, что это невозможно кому-то так отдать. Ну, конечно, сейчас, когда это уже прошло, я смотрю на это обратно, на это всё, и понимаю, что я смогла бы отдать. Я просто сама как-то вот так держалась. Убросла уже, да, в это? Ну, как стало, стало частью этой жизни тоже. Да. Ну, это как-то, как-то так получилось. Это не было легко. До сих пор я должна работать с этим проектом. И очень надеюсь, что нам получится сыграть опять три сестры в это лето, если откроется театр. Возможно. Тоже блок такой, да, сыграть блоком? Да, мы в августе хотим сыграть блок. Я очень надеюсь, что это получится. Ну, хорошо. Я тоже очень надеюсь, что это получится. А куда ты бежишь на репетицию, скажи, пожалуйста? Новый Рижский театр. Улдес Тейрон ставит Москва-петушки. Так. Это уже не первая твоя работа с Улдесом? Не вторая. Вторая. Но сейчас я уже стала умнее. Потому что я помню, первый раз я себя назвала после этого спектакля. Я поняла, что я террорист режиссёров. Ты не даёшь спокойно режиссёру жить? Нет, я всё время спрашиваю, а почему это? А что там? А почему так? Надо где мне идти? А что? А почему я там? И всё так далее. И сейчас я просто такая, что ты скажешь? Я просто так, парики оплю, и всё. Так что у нас прекрасная компания, прекрасная, так что я очень рада. Я очень комфортно себя там чувствую. И комфортно, и некомфортно, потому что мы должны искать что-то новое. И, конечно, Улдес видит театр совсем по-другому, как мы, которые учились там. И это что-то так, это так интересно, потому что ты никогда не можешь понять, что и как он увидит. Потому что он не видит вообще другие детали, которые мы не видим. У него очень внешний взгляд, который тоже помогает разобраться и внутри этому всему, да? Да, да, да. Он обидит, ну как он, всё, вот какое-то такое большое, я не знаю, как это даже назвать, всё вот так, большое пространство, кроме, ну не то, что он не видит детали, но он начинает с пространством, и тогда он уже вот все эти детали, которые нам кажется, ой, никто не увидит. И он сказал, например, он сказал так, если что-то будет стоять на сцене, ну, например, там реквизиты какой-то, тогда он там должен стоять, потому что вот это невозможно без этого. И вот я сидел и так думаю, ну вот, конечно, потому что иногда есть то, что мы на сценографии, мы ставим какие-то реквизиты, которые вообще не пользуются в спектакле, а он, свет какой, что это свет, свет, что значит от этого, так что да, мне не очень рада работать с ним. Очень рада, что он работает со мной, что он не сбежал от меня. Ну хорошо, несмотря на твой терроризм режиссеров, да? Да. Мне кажется, что я его единственного так в том спектакле. И я надеюсь, что других режиссеров я так не терроризировала. Это очень хорошее качество актрисы, не спокойность. Так что я тебя с ним поздравляю, беги на репетицию. Еще раз напоминаем о том, что вы можете увидеть Марию Ленарту вместе с ее друзьями, однокурсниками, Яной Лисовой, в видеозаписи спектакля «Черная сперма» режиссера Влада Наставшего. В следующие выходные откроется опять эта возможность. И я вам очень рекомендую, потому что это очень нежный, трогательный, эмоциональный спектакль, в котором работают актеры, от которых невозможно отвести глаз, даже на экране, не то, что на сцене. Знаете, что люди иногда не понимают, что этот спектакль сделаны на рассказы, которые документальны. Да. Они не придуманы. Да. Да, это правда. Да, это личный опыт. Да, это личный опыт, это настоящие люди. Это не то, что мы какие-то люди там придумали, это такие люди. Да. Так что все рассказы настоящие. Это вот, это, по-моему, самое-самое прекрасное. Ну и вы их делаете настоящими тоже на сцене. Это тоже надо сказать. Спасибо. Ну хорошо, хорошие репетиции. Спасибо большое. И надеюсь, что до встречи потом, когда все случится, уже откроется. До встречи в студии и поговорим еще о каких-то ролях, которые мы сегодня не успели вспомнить, но они очень важны. Хорошо? Спасибо большое, что пригласили. Пока. Пока. Счастливо. Радио Болтком.